ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Где душевное вставало на место духовного? Я хочу сказать, это серьёзный вопрос. Я тоже считаю, что видеотехнологии – это одно из самых страшных разрушений, потому что они, духовные даже вещи, преподносят в плотском варианте, рождая в людях чувственную зависимость. То есть то, что противоположно духовному созиданию человека. И в этом смысле даже в христианских передачах существует скрытый яд. Может быть, кроме каких-то отдельных информативных, которые нужно всё-таки изредка взглянуть. А в принципе это вот так. И это нужно учитывать. Время свободы – это когда время много можно. Но в этот момент можно потерять Христа. Потерять не в том смысле, что перестал быть верующим, а в том смысле, что ты идёшь по широкому пути. А пройти можно. Знаете, во время трудной «не держишься Господа, не держишься церкви» упал сразу. И стоять нельзя. Там нужна была сплочённость. Когда приходит свобода, начинаются разделения. Я пойду в эту церковь, я пойду в ту церковь. Но я думаю, что точно так же, как опасно чрезвычайно зауженное мировоззрение по отношению к людям других убеждений, то точно так же чрезвычайно опасно мышление, что все, кто называет себя верующими, они спасутся. Когда Христу задали этот вопрос, много ли спасающихся, он ответил очень интересно и в своём стиле. Подвязайтесь узкими вратами, тесными вратами выйти на узкий путь. И вот это опасность времени и искушения свободой, которая заключается в том, что этот узкий путь перестала быть видна. И кажется, все идут по нему. Знаете, если мы сегодня с тобой зайдём кому-то в дом, и ты на столе лежит корка хлеба, ты даже на это не обратишь внимания, правда? Но во время голода у тебя весь взгляд прикуётся к этой корке. Вот это время опасное, что мы подчас за множеством сладостей не видим, где хлеб. И что нас питает. Я думаю, я ответил на вопрос. Второй. Есть ли в это время на Западе проблема... Есть ли в это время на Западе проблема посещения служений? А, посреди недели. Да. На Западе эта проблема очень существенная. Наши церкви воскресенье переполнены. А на неделе совсем не так. Но это частично связано с тем, что люди работают. Я не знаю, как сейчас, но на Западе в Германии работают очень выматывающие. Мы в России так не работали. Может быть, сейчас частные фирмы тоже так делают. Я уехал просто гораздо раньше, в 95-м году. Тогда этого я ещё не застал. По крайней мере, я этого не видел. То, конечно, это выматывает. Но эта проблема реально существует. Это очень печально. Это очень печально. Но такая проблема существует, что немалое число христиан становится воскресными христианами. Господь сказал нам, что когда придёт время трудное, а Дух Святой везде говорит, что придёт время трудное. И не для того, чтобы испугать нас, а Он говорит, что мы должны это время, хотя бы остаток этого времени правильно использовать, укрепиться в Духе, укрепиться в благодати. Тогда те, кто укреплятся, это трудное время послужит их благословению. Но Господь говорит, и когда это время придёт, вы увидите, как велико отпадение народа моего уже сейчас, что не видно для ваших глаз. Третий вопрос. Ходится, их три, я не всё прочитал. Перешли на натуральную музыку. Почему без фонограмм? Ну, фонограмма не может быть уже натуральной музыкой. Это электронная музыка. Это целый разговор. Это целый разговор о музыке. Какая должна быть христианская музыка? Я не знаю. Если братья хотят, я могу какое-то служение посвятить этому теме. Я в пятницу на служение, к этой теме вернусь, если вы хотите. О том, в чём состоит сущность христианской музыки. Мы начали вытеснять эти фонограммы. Во-первых, потому что там очень много ударных элементов. которых, в принципе, не должно быть. Во-вторых, там много очень искусственных элементов, которых не нужно. Эта музыка должна быть натуральной. Она должна быть естественной, а не искусственной. Ну, я, если вот брат Пётр согласен, то я могу эту тему просто провести в пятницу во время служения. Хорошо? Ещё вопросы есть? Громко, кратко. Я вообще думал, что я это уже сказал, но я поясню. Вот у нас есть какие-то ценности, да? Шкала ценностей, да? Приоритеты. Понятное слово «приоритеты», да? Так вот наши отношения с Богом всё равно должны быть для нас более важной вещью, чем даже наш труд. Это речь не идёт о том, что мы должны быть небрежны к труду, но мы можем выкладываться, говорить, я так скажу, работать на выдох. То наше отношение с Богом, вопрос нашей святости, молитвы, это должно быть всё равно в центре. Я скажу, это катастрофа, в каком-то смысле катастрофа для служителей. Я за каждый год последние пять лет накатываю на машине 60-65 тысяч километров. Это такой рваный режим. Понятно, что такой рваный. У меня нету какого-то порядка в этом смысле. Туда, сюда, туда, сюда. Нам надо находить время. Читать, молиться, размышлять. В момент, когда ты трудишься, то Бог благословляет, и там всё работает на отдачу. Это уже и вам, и вам знакомо. И в этот момент благословение, которое идёт на отдачу, оно кажется, это то, чем я живу. Нет. Я должен строить свои отношения с Богом, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться без плода. То есть, скажем, вопрос служителей – это действительно особая статья, так же, как и наше отношение с детьми. Но, в принципе, человек, он должен Богу поклоняться, строить жизнь, посвящённую Богу, находить время для молитвы. Быть внимательным в своём хождении пред Богом, исповедоваться, когда надо. Вести душепопечительные разговоры со служителями. То есть, смотреть не только, что я делаю для Бога, но возрастать в святости, в благодати, и никогда этим не пренебрегать. Понятно? На вопрос с сестры я хотел бы ответить короткой формулировкой. Можно делать для Бога, но без Бога, без Его присутствия, без Его благословения. О чём говорил брат? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!